Международная академическая школа Одесса – лучшее учебное заведение в стране для всех детей, в том числе и с особыми потребностями. Подъездные пандусы, лифты, специально оборудованная парковка, санузлы. Пропускная система устроена так, что максимально учитывает потребность учеников с трудностями передвижения. Образование без границ – один из девизов школы будущего, который максимально реализован на деле. Мама шестилетней Ариши Екатерина Безродная рассказывает, попасть в обычную школу старого образца практически невозможно, не говоря уже о том, чтобы подняться на второй или третий этаж, где расположены большинство классов. Зачастую школы все они старого образца и даже невозможно преодолеть этих несколько ступенек, чтобы зайти в эту школу. Они неудобные, недоступные. Из этого дети, правила всякими нарушениями, двигателями и так далее, вынуждены находиться на домашнем и инклюзивном образовании. А мы больше хотели, чтобы она посещала школу, это общение с детьми. Обошли много школ, разные смотрели варианты, но остановили свой выбор, конечно, только на этой школе. Это для нас идеальный вариант. Ариния буквально недавно исполнилась в шесть лет. И сейчас она активно готовится к первому классу в Международной академической школе Одесса и посещает подготовительные курсы. На занятиях Ариша изучает шахматы, математику, английский, письмо. Еще она в восторге от школьного кафе. Девочке нравится рисовать. Она мечтает выучить все языки, чтобы можно было общаться со всеми. В школу Ариша может легко заехать по горке, которую взрослые называют пандусом. Отсутствие порогов позволяет ей свободно перемещаться между классами. А если понадобится подняться выше первого этажа, для этого есть лифт. И самое главное, что школа Арише очень нравится. Лифт очень классный. И даже по ступенькам не надо подниматься. Ни одного порожка даже нет. Поэтому мне эта школа даже очень нравится. Международная академическая школа Одесса – это был единственный вариант для выбора. Единственное доступное для таких, как Ариша, детей учебное заведение, где все продумано до самых мелочей. Альтернативы этой школе нет. Здесь полностью доступная среда для таких детей за счет того, что начиная даже от парковки, элементарно оборудована парковка, есть пандус для въезда в школу, есть лифты, нету порогов каких-то, которые мешают преодолеть какие-то расстояния. Очень удобно. Она себе просто здесь чувствует комфортнее и спокойнее. Так бы нам пришлось бы ее брать на руки каждый раз, поднять на ступеньки, опять посадить в коляску. А здесь этого нет. И если ей так легче. Сергей Васильевич Кивалов, президент школы, сделал очень большой вклад в развитие города и в развитие образования в городе. Это пример для многих. Школ таких нет. И хотелось бы, чтобы это была не единственная такая школа, чтобы развивалось все это. В Международной академической школе Одесса Ариша также сможет укреплять свое здоровье, регулярно посещая бассейн. Удобно и для мамы, ведь Аришу можно оставить здесь на целый день. И нет необходимости забирать после школы и возить куда-то в другой район на плавание и какие-то дополнительные занятия, будь то рисование или изучение языков. Все сосредоточено в одном месте. Отметим, что занятия плаванием являются бесплатными и входят в обязательную школьную программу. Важно подчеркнуть, что эти занятия являются одними из самых эффективных для детей с особыми потребностями здоровья. При этом обязательное строительство бассейнов при школах предусмотрено национальной программой президента Владимира Зеленского «Большая стройка», которая сейчас находится только на начальном этапе реализации. Но в школах, где следуют новым тенденциям и направлениям, такие бассейны должны быть уже сегодня, что и было предусмотрено изначально при строительстве Международной академической школы Одесса. Отметим, что построен не один бассейн, как заложено в нынешней программе, а сразу два. В школе будущего есть Олимпийский бассейн с шестью дорожками и трибунами, с современной системой очистки воды и специальными насосами, которые наполняют бассейн артезианской водой из подземного озера. Кроме основного большого бассейна есть и малый бассейн, где могут заниматься ученики младших классов. В школьный спорткомплекс входит огромный спортивный зал, а также строится летний крытый спортивный комплекс. Во-первых, это большой полноценный 25-метровый бассейн. Нам полностью удобно на коляске попасть в него, не преодолевая никаких ступенек, порогов. Это очень важно у нас. И плюс к тому, что Арина очень любит плавание, нам очень будет хорошо, что после учебы мы можем сразу заниматься здесь плаванием. В прошлом году в первый класс Международной академической школы Одесса также пошла еще одна необычная девочка – Эля. Элина Боярчук – талантливый, светлый ребенок. У нее с рождения проблемы со здоровьем. Однако это не повод лишаться возможности получить достойное, качественное образование. Как и все дети, Эля очень любит посещать бассейн. Для ее развития очень важны занятия плаванием. В школе она проводит целый день. И мама Эли всегда за нее спокойна. Я до первого сентября приходила сюда и мечтала зайти сюда и учиться. Очень хотела. Это моя мечта. Просто была огромнейшая мечта. Семь лет назад, когда Элечка у нас родилась, с патологией недоразвития ручки и ножки. Ее первые шаги уже были на протезике. Мы уже тогда начали задумываться, где бы нам хотелось, чтобы она училась, чтобы эта школа соответствовала всем условиям, чтобы она чувствовала себя комфортно. Президент Международной академической школы Одесса Сергей Кивалов вошел в положение семьи. И сейчас Элина Боярчук получает образование по социальной программе. Ее обучение лично оплачивает президент школы. Об этой школе нам рассказала Елена Николаевна Вероновская. И мы сюда попали на экскурсию. Просто влюбилась в нее сразу. Ее масштаб и все условия. Нам очень захотелось здесь учиться. И я понимала, что здесь оплата мы не сможем позволить себе. Мы обратились к Кивалову Сергею Васильевичу с просьбой, чтобы Элина училась в этой школе бесплатно на социальной основе. Сергей Васильевич пошел нам навстречу. Лично перезвонил Елене Николаевне и сказал, что Элечка зачислена и будет обучаться полностью бесплатно. Вот мы уже полгода учимся. Все расходы Сергей Васильевич взял на себя. Мы ничего не платили. Первый сентябрь просто праздник для нас, для Эли, для всей нашей семьи, что мы зачислены и Эля учится в этой школе. Мне еще нравится в этой школе то, что нам попалась очень хорошая учительница. Она очень добрая. Как говорят учителя, Элина очень старательна и проявляет большие достижения в учебе. Главное – Эля свой человек в теплом дружном коллективе. Эля очень светлый, яркий ребенок. Очень стремится к знаниям, стремится к учебе. Очень хорошо общается с коллективом, с учителями. Показывает довольно высокие результаты в обучении. Очень радует. Всегда позитивная. Всегда рада. Радостно приходит в класс, открыто, к общению, узнавать что-то новое. Всегда очень многим интересуется. Работать с ней большое-большое удовольствие. Проучившись в этой школе уже полгода, я могу без преувеличения сказать, что это лучшая школа в Украине для обучения деток. Я хочу поблагодарить Сергея Васильевича Кивалова, что дал нам такую возможность обучаться бесплатно. Я хочу сказать, что Эля себя чувствует в классе, в коллективе прекрасно. К ней нет никакого привязанного отношения, что она там бесплатна, а кто-то на платной основе. Все детки равны, все дружны, нет никаких проблем. Пока в Украине внедрение инклюзивного образования находится только на начальном этапе реализации, в Международной академической школе Одесса еще на этапе строительства были предусмотрены все условия для возможности обучения детей с особыми потребностями. Так, чтобы они могли учиться вместе со всеми и при этом не чувствовать неудобств, ограничений и преград. Это дети, которые хотят, как и все, дружить, познавать мир и учиться чему-то новому.